Сегодня мы с вами будем говорить о научной картине мира. Мы будем говорить с вами о том, как ученые формировали свое восприятие реальности. И не просто для среды ученых, а для других людей. То есть задача ученых сформировать непротиворечивую определенную картину, которую нужно вложить в головы других людей, чтобы люди разбирались в том, что на свете происходит. Общий наш терминологический тезаур. Вот то в целом, о чем мы будем говорить с вами. А следующая лекция будет посвящена уже современной картине мира. Мы будем говорить с вами об Эйнштейне, о теории относительности. Мы будем говорить с вами о принципе неопределенности, о коте Шрёдингера. Но это будет уже тема следующего занятия. Но к нему мы должны подготовиться с вами сегодня. Итак, базовое ваше понятие – это картина мира. Обратите внимание, что речь в данном случае идет не о научной картине мира, а о картине мира как таковой. Если мы добавляем научно, то мы имеем в виду знания, которые проверяемы, систематизируемы, доказательны и так далее. Пока просто мы касаемся этого понятия – картина мира. Допустим, я вам говорю фразу «Ребята, выживает сильнейший в обществе». Вам понятно, о чем идет речь? Понятно. То есть речь идет об определенной эволюционистской или дарвинистской картине мира, которая у нас распространена сегодня. Если я спрашиваю, что такое «выживает сильнейший» в современном человеческом обществе, вы же не будете мне рассказывать про клыки, когти, зубы и так далее. Вы будете мне про совершенно другие качества рассказывать. Про рубль в кармане, про умение думать, про умение говорить. Таким образом, эта картина мира эволюционистская, она у нас с вами в головах. И определенные люди ее сформировали. Кроме самой научной картины мира, вот они разные. Они конкурируют между собой, эти картины мира. Однозначным, полным, тотальным конкурентом для всех является, конечно же, картина мира религиозная. Большая часть истории человечества – это мифологическая картина мира, которая не пропадает никуда и до сих пор она продолжает являть себя нам. Например, в том, как мы садимся посидеть на дорожку, или сворачиваем с путь, если черная кошка перебежала дорогу, или не планируем дел на пятницу 13-е и прочее, и прочее. Или, допустим, считаем, что это дело очень важное, и поэтому его нужно поручить мужчине или старшему, а не женщине, не ребенку. Это все влияние мифологической, отчасти религиозной картины мира. Про это поговорим кратенько потом. Значит, философская картина мира возникла также очень давно. В эпоху античности, под влиянием античных мыслителей. Сократ, Платон, Аристотель. Здесь другие моменты. Здесь ответ на вопросы, касающиеся смысла жизни, осмысленности, здравого смысла и так далее. Здесь религия. Это абсолютный конкурент всех остальных точек зрения. С точки зрения системы ценностей, непротиворечивой, которая основана на вере в сверхъестественное. Напоминаю, определение религии. Это системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. Естественно, научная картина мира начала оформляться на Западе. Мы говорим с вами о Европе и Северной Америке. Ну, 16, 17, 18 века. Это не означает, что изобретения были сделаны в это время. Поговорим чуть позже об основных изобретениях. Они были сделаны гораздо раньше. Но ученые научились, а, объединять эти изобретения и открытия в систему, б, на основе этой системы объяснять абсолютно все процессы в мире. Это называется, естественно, научная картина мира. Итак, двигаемся дальше. Не слишком быстро я еду. Успеваете за ходом моей мысли? Проснулись уже? Итак, что такое картина мира? Вот общие признаки каждой из нее. Она нужна для того, чтобы понимать, что в мире происходит. Зачем нам нужно понимать этот вопрос риторически? Мы не можем не понимать. Если я не понимаю, что со мной происходит, это заставляет меня мучиться. Это заставляет меня бояться. Если я делаю то, чего не понимаю, если со мной происходит то, в чем я не разбираюсь, я испытываю страх. Это самый главный демотиватор нашей деятельности, вы знаете. Стремление уйти от страха и объяснить то, что происходит, это то, что делает нас людьми. Они в любой ситуации начинают экономики и заканчивая уколом пальца, от которого умер отец Маяковского вследствие заражения кровью. Значит, не просто объяснить мир как таковой, но объяснить мое место в этом мире, что мне для себя именно нужно из этого вытащить. Полезность для моих собственных действий в нашем моменте. Третий пункт. Никакая картина мира полностью не исключает остальные. Она также их тесно вплетает в себя и зачастую очень долго борется с какими-нибудь заблуждениями. Вот. Ну и определенные понятия. Вот то, с чего я начал показывать вам понятийный аппарат. Так что, если ты в чем-то не разбираешься, в каких-то конкретных терминах, ты для тебя закрыт и все остальное. Поэтому нам с вами, начиная с сегодняшнего занятия, уже придется заставлять свои умы осваивать определенные научные термины. Несколько отступим назад. Начнем с донаучной картины мира. Как я оговорился в начале лекции, выдающиеся открытия были сделаны давным-давно. К примеру, в 1969 году американский физик Фритёв Капра выпустил провокационную книгу под названием «Дау физики», в которой в одной колонке, грубо говоря, были перечислены величайшие научные открытия с 17-го и до 20-го века, в другой колонке сведений об этом в мифологии и религиозных трактатах различных народов. Древнекитайские, древнеиндийские трактаты, где описано абсолютно все, что человек открыл на Западе. Строение атома, волновая природа света, существование электрона. А всем этом было известно давным-давно. Жрецы прекрасно знали, из чего состоит мир, о том, что собой представляет Земля, как космический объект, Солнце, как космический объект. Но они это, во-первых, не давали массы широкие, эти знания. Во-вторых, это было лишь элементом общерелигиозной картины мира. То есть это никак не влияло в целом на все мироздание. Это знание было закрытым, эзотерическим. Оно никак не меняло людей. В 16-17 веке европейские, а потом в 18-19 веке американские ученые начали переоткрывать заново, раз с помощью современной техники, то, что было известно древним учеными, и на этой основе строить совершенно иное видение мира. Итак, до научной картины мира. Напоминаем, что такое значила природа для человека древности. Это для глаз схема. Для человека нашей эпохи. И где мы находимся, а где наша эпоха? Мы оптимисты и говорим, что это наша эпоха. Или мы реалисты и говорим, что где-то тут. Или вообще еще где-то тут находимся, откатываемся сюда. Поэтому где-то тут мы примерно с вами находимся. Но для человека глубокой древности природа, это означает тот мир, в котором я живу. Для человека средневековья, христианского, исламского средневековья, природа это отвратительная вещь, которую нужно преодолевать. Возрождение. Новое время, природа это моя почва, на которой я возделываю свой огород, делаю что-то для себя. Совершенно разные подходы. Итак, немножечко окунемся с вами в глубокое прошлое, в глубины индуизма. Древнейший религиозно-философский памятник в мире под названием Веды. Написан около 5000 лет назад. К нему приписаны потом, 2000 лет писались так называемые комментарии Упанишады. И вот в этом самом древнейшем религиозно-философском памятнике описано, что мир состоит из комбинации двух началов. Женского и мужского. Пуруша и прокрити. Они создают, перемешиваясь, все мироздание в виде пяти элементов мира. Металлы, там не металлы, а морфные вещества и прочее. Пяти наших чувств, которые позволяют нам прикасаться к реальности. Пяти уровней мироздания. То есть представление о том, что в природе есть внутреннее деление. О том, что мы являемся частью природы. И наши чувства, наши чувства мироздания обусловлены самой природой. Это все еще глубокий индуизм. Показываю это просто для того, чтобы вы обратили внимание. Вот, например, вот на эти пять элементов мироздания. Давным-давным-давно была эта теория сформулирована. Или если мы коснемся другой мифологии, древнего Китая. Если мы коснемся глубин даосизма, про эти же две силы. Мужское и женское. Горячее и холодное. Светлое и темное. Инь и янь вместе создают единое мироздание. Причем в инь есть элемент яня, в янь элемент иней. Более того, еще Лао Цзин наставил, что на самом-то деле в природе нет ни инь и янь. Инь и янь вот тут у нас в голове есть наша проблема. Мы воспринимаем мир двойственно. Что противоположно горячему? Вы отведите холодное. Но ведь горячему точно так же противоположно теплое. Но мы так не мыслим. Что противостоит, например, мужчине? Женщина, мы говорим. Хотя мужчине так же противостоит старик, ребенок и так далее. Но мы мыслим бинарными этими категориями. И исходя из ограниченности нашего сознания, эту нашу слабость использовать как нашу силу. Научиться видеть эти две силы в мире, как они переплетаются. Как, например, картина, которая известна из декора многих даотских храмов. Это изображение двух рыб, которые хватают друг дружку за хвост. Белая рыба, черная рыба. Причем на белой рыбе есть черное пятно, а на черной рыбе белое. Вот оно, это мироздание. Эти две силы перемешиваясь, дают нам все, весь мир. Это говоря о древнеиндийском, древнекитайском мировосприятии. Коснемся христианской эры. Начало христианство с утверждения о том, что Бог сотворил мир из ничего. Вначале был Бог. Потом Бог сотворил ничто. Потом Бог сказал, да будет свет, и сотворил весь мир. Мир, это иудаизм, из которого родилось христианство и ислам. Но усложняясь, впитывая некоторые элементы мироздания, изучая природу, изучая наследие древних античных мыслителей, даже христианские богословы понимали, что это слишком рубленная картина, очень мало отвечающая реальности. Потому что есть в мире те вещи, которыми трудно разобраться. Например, как Бог творит мир, он вне мира находится или в самом мире? Если Бог сотворил мир из ничего, значит, он снаружи мира находится. Значит, мир существует сам по себе. Бог снаружи. Он не контролирует, что происходит? Или контролирует? А раз Бог контролирует мир, значит, он внутри мира находится. А как он мог сотворить мир, находясь в нем? Первое. Второе. Раз Бог сотворил мир, находясь в нем, значит, Бог ответственен за все мировое насилие, за зло, за рак, за спид, за серийных убийц, маньяков. Бог ответственен. Поэтому он их не убивает. Или он их не может убить, потому что он слишком слабый, вне мира находится и так далее. Попытка объяснить эти, например, христианские догматы Святой Троицы. По христианскому учению, очень долго формировавшемуся, Бог это не единая фигура. Бог это три разных проявления одной личности. Бог Отец Творец, Бог Сын это связь Отца с материальным миром. А Бог Дух Святой это вот та самая энергия, которую Бог мир удерживает, контролирует все, что в мире происходит. Вот, один из важных основоположников христианского взгляда на вещи, Святой Григорий Палама, который учил о божественных энергиях, которые проникают в мир. И эти энергии отчасти Богом контролируются, отчасти Бог пускает их на самотек. И представление мира как общего космоса, который Бог сотворил и продолжает им управлять. Так что вот перед вами попытки такого гибридного ответа на вопрос. С одной стороны стоит текст Библии, дальше которого пойти нельзя, потому что если ты будешь полемизировать с текстом Библии, с тобой не богословы будут спорить, а инквизиторы. С помощью очень внятных средств аргументации. С одной стороны перед тобой библейская догма, с другой стороны научные открытия античных мудрецов и собственно сами византийские открытия. Вот попытка их как-то скомбинировать дало очень сложное христианское богословие, которое выживает даже в современную эпоху. И ни открытие, например, бесконечности вселенной, ни теория большого взрыва, ни открытие ДНК до сих пор не могут христианское богословие поломать. Одна из причин, она его очень глубокая, вот эта глубинность, учение о Святой Троице. Примерно в сотом году нашей эры, живший в Египте, на тот момент это был не арабский мир, а эллинистический, скажем так, астроном, географ, математик Птолемей сформулировал Птолемееву или геоцентрическую картину мира, которая очень-очень долгое время была общим взглядом, планом людей всего мира. Что такое наш мир? В центре стоит большая земля, вокруг нее вращаются все объекты. С точки зрения астрономии, это, конечно, полный идиотизм. Но мы до сих пор используем эту картину мира, когда идем куда-нибудь. Когда мы смотрим на Тугисе или на Гугле, выстраиваем карту, как пройти куда-либо, мы используем Птолемееву картину мира. Когда мы на авиасейл заказываем авиабилеты и определяем, на каком самолете, через какие пункты нам добраться до точки С, мы используем Птолемееву картину мира. Когда летчик за штурвалом самолета, в котором мы сидит и летит, ведет самолет, он использует Птолемееву картину мира. Так что она до сих пор никуда не ушла, она является даже до сих пор основой для наших обыденных представлений о реальности. Мы до сих пор говорим, солнце взошло, показываем на него пальцы. Мы показываем на небо, говорим, вон Венера появилась. Она до сих пор у нас голова. В эпоху Возрождения, 15-16 века Западной Европы, была попытка у философов, у деятелей искусства, которые, как правило, все из философии также дружили, создать нечто гибридную картину мира, которая бы описывала человека не как омерзительное плотское существо, которое дожидается того, когда его тело сдохнет, а душа попадет в царство небесное. А одновременно с этим использовать еще и древнеантичные образцы человека, как микрокосмо. Вот эта известная фреска, которая украшает Сикстинскую капеллу, под которой каждого папу римского избирают. Обратите внимание, что она показывает нам насходство человека и Бога. Здесь не просто человек похож на Бога, здесь наоборот. Бог похож на человека. Он такой же, как и человек, только более старый, более умудренным. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос, кто кого производит. Бог человека? Или, по словам Вольтера, который жил гораздо позже, по своему образу и подобию, люди выдумали себе Бога? Более того, здесь много, если вы, например, займетесь исследованием этой картины, много подспудных слоев. Например, здесь изображено, в данном случае, если мы возьмем вот этот весь образ, вот этот весь образ, здесь изображена матка. Женская матка, в которой вызревает плод. И даже пуповина. Даже такие элементы изобразил великий художник для того, чтобы нам совместить естественно научное представление о человеке, как о высокоразвитом животном, и библейскую догму. Но это единичные сведения, которые, в общем-то, никак не были сведены в систему. Их сведения в систему, об этом мы поговорим с вами сейчас. Научная картина мира. Перед вами лица не просто ученых, не просто изобретателей, не просто создателей каких-то странных, сложных научных схем и теорий. За каждым из них лежит не просто теория, а лежит взгляд на вещи. Мир был до Дарвина и после Дарвина. Мир был до Ломоносова и после Ломоносова. Они создали совершенно иное мировосприятие. Говоря о Бейнштейне, говоря о Тесле, даже говоря о таких фигурах, как, например, Стив Джобс. Немножечко коснемся, немножечко заглядывая в будущее. Что означала теория тяготения Исаака Ньютона? О том, что меньшее тело всегда притягивается к большему. Причем не только в физике, в морали тоже, в политике тоже. Поэтому меньше предмет автоматически тянется. Миром правят универсальные силы. Что означал мир после Зигмунда Фрейда? Что нами правят инстинкты, хотя мы называем себя цивилизованными людьми. Более того, основной инстинкт вы сами знаете какой. Мир после, например, Менделеева. Абсолютно все вещества, из которых состоит мир, можно систематизировать. Мир Ломоносова. Абсолютные законы правят миром. Если я этих законов не вижу, я дурак. А не мир неправильный. Мир, например, Чарльза Дарвина. Естественно, отбор и борьба существования. Это две силы, которые управляют всем. Мир Сергея Королева. Одного из основоположников советской космической программы. Космос. Это не просто пустыня, черная дыра, пустота, окружающая нас. Это пространство, которое мы сможем колонизировать и заставить работать в наших интересах. Чему доказательством является смартфон, лежащий перед каждым из вас. В котором очень сильно задействованы современные спутниковые технологии. Но про Эйнштейна поговорим мы отдельно. Так что, говоря об идолах этой эпохи, мы с вами мимим вот эти лица. Итак, возвращаемся к тому, о чем говорили на прошлом занятии. Как создается наука. Я лишь снова окунусь в теорию Томаса Сэмуэла Куна. Теорию парадигм, теория научных революций. Что вначале ученые обобщают данные, и у них возникают какие-то сведения, которые не умещаются в систему. Но честные ученые их все равно записывают, откладывая в сторонку. Они копятся, копятся эти непонятные данные. Потом однажды кто-то берет и непонятные данные обобщает так, что все, что до него обобщалось, выглядит как идиотизм. Возникается революция в науке, которая меняет весь мир, которая меняет человеческое представление. И в итоге мы имеем новую, совершенно нормальную науку. К примеру говоря, теория относительности, о которой мы чуть позже поговорим. Я интригу сейчас просто приберегу. Так что, теперь история. Вот здесь уже материал, который вам нужно зафиксировать себе. История научных картин мира. И даже с хронологией. Немножечко в будущее заглядываю. Механистическая картина мира, это взгляд на мир, как на большой механизм. Электромагнитная, это взгляд на мир, как на большой магнит. Квантово-полевая, это взгляд на мир, как на огромный ядерный реактор. Ну а современная картина мира, здесь уже совершенно особенное представление, о котором поговорим несколько позднее. Разбираем. Механистическая картина мира. Сразу аббревиатуру используйте, чтобы потом не возвращаться к ней. Вот ее основные черты. Пока перепишите эти принципы, а мы их с вами разберем последовательно один за другим. Пока переписывайте некоторые, я уже раскрою. Механицизм, это взгляд на мир, как на машину. Или как на механизм. Как удобно. В чем особенность механизма? В чем отличие механизма от организма? Как вы думаете? Механизм и организм чем отличаются? Да? Механизм неодушевленный, а организм неодушевленный. Ну, можно так различить. Еще как. В организме разнованно может учиться, а не другой. Вот. Далее, подойдем с другой стороны. Если в механизме ломается деталь, можно ее заменить? Если в организме, например, ломается рука, можно ее заменить другой рукой? По-другому. Если механизм за механизмом очень долго ухаживать, очень аккуратно смазывать все детальки, протирать от пыли, механизм работает очень долго, организм стареет. Механизм существует, потому что его кто-то создал и кто-то его завел. Вот такое видение мира, и называется у нас механицизмом. Следующий компонент, о котором тоже я сейчас скажу, вы пока переписывайте просто себе все эти общие обозначения. Взгляд на две противоположные друг другу вещи, как пространство и время. Пространство, даю определение, пространство это совокупность всех измерений. Это все, что имеет объем, массу и прочее. Все это мы называем пространством. Все, к чему мы можем предложить линейку, или весы, или любой какой-то предмет, который может что-то измерить. Например, там вольтметр. Это мы все называем пространством. Это не просто территория. Пространство это все физические характеристики, взятые вместе. Быть в пространстве это обозначает иметь вес, или ширину, или коэффициент скольжения и прочее. Это пространство. Время, тоже даю определение. Успеваете записывать? Время это два определения. Первое определение это длительное существование объекта. От его возникновения до его распада. Я иногда даю свое собственное определение времени, такое авторское, с копирайтом можете дать. Я иногда даю определение времени, как совокупность изменений. Предмет изменяется, и тогда я обнаруживаю, что время идет. Подумайте об этом. К примеру, метафора с портретом Дариана Грея, Оскара Уайлда. Человек обменялся с портретом. Портрет стареет. На нем накапливаются изменения морщины, седые волосы, выпавшие зубы. А сам человек не меняется, как портрет. Поэтому вечно молодой Дариан Грей и стареющий, превращающийся в чудовище. Его портрет, с которым он обменялся местами. Если вот сейчас предположить, мы возьмем следующую минуту. И в эту следующую минуту мы, условно говоря, никакие изменения в мире не позволим осуществить. Все заморозится. Мы не постареем на эту минуту. Солнце не сдвинется относительно нас ни на сколько. А значит, абсолютно ничего не изменится. Мы не заметим, что мы на минуту увеличили время. Мы замечаем, что идет время, потому что идут изменения. Изменяется Солнце на небе. Изменяется наша усталость. Изменяется элементарное расположение стрелок на циферблате. И мы отмечаем движение времени. Вот поэтому я даю определение времени, как совокупность всех изменений. Итак, например, принцип дальнодействия. Он объясняет один из главных моментов механистической картины мира. Принцип дальнодействия. Итак, в космосе находится Солнце. Земля находится здесь. Солнце определенным образом удерживает Землю на своей орбите. Одновременно притягивает Землю и отталкивает. А что находится между Землей и Солнцем? Нет, ну кроме планеты. Я имею ввиду между. Ничего. Пустота. Космический вакуум. Какое-то пространство, которое ничем не заполнено. Или, например, я говорю. Например, обращаюсь и говорю там, например, Виталий, посмотри на меня. Виталий, подними руку, я прошу. Он поднял руку. Значит, что в данном случае произошло? Я нахожусь здесь, он находится там. Я отсюда воздействовал на него. Каким-то образом воздействие моих голосовых связок воздействовало на его барабанные перепонки. Принцип дальнодействия. Это мгновенная передача действия через пустоту. Детерминизм. Об этом в прошлый раз мы говорили. Причинная обусловленность всего. Случайности нет. Если я их вижу, вернее, не вижу причин, то это моя проблема. В космосе нет никаких случайностей. Вот, как учил великий философ Гегель, относящийся к этой же эпохе. Случайность – это непроявленная закономерность. Или его шутка, которая сегодня на семинаре вам уже говорила. Один раз случайность, два раза вероятность, три раза закономерность. Случайность – это просто отсутствие у меня в голове связи. В космосе нет случайности. Поэтому ученый подходит к миру. Если ученый видит непонимание какое-то, если он не может объяснить, ученым охватывает азарт, страсть. Он пытается каким-то образом связать А и Б, не видя конкретной связи между ними. Так, про рационализм, эмпиризм скажу несколько попозже. Несколько попозже. Принцип относительности, который сформулирован был не Эйнштейном. Принцип относительности сформулировал был впервые Исааком Ньютоном. Эйнштейн сформулировал новый принцип относительности. Поэтому говорится принцип относительности Эйнштейна и относительность Ньютона. Иллюстрирую, что такое... Сначала давайте определим, что такое принцип относительности. То есть любое движение можно измерить только относительно точки отсчета. Иллюстрирую Я нахожусь на берегу Мимо меня плывет лодка Я замечаю, что лодка плывет Ситуация вторая Я нахожусь в лодке Что мимо меня движется? Вода, берег мимо меня движется Я могу заставить себя видеть лодку движущейся А берег стационарным? Нет Я смотрю в окошко автобуса Я не могу заставить себя понимать Вернее, понимать-то я могу Но я не могу заставить себя видеть Тротуар неподвижным А автобус движущимся В моих глазах движутся люди Которые стоят на остановке Третья ситуация Две лодки по реке Движутся со скоростью 10 км в час Я нахожусь в лодке А Ты в лодке Б С моей точки зрения, как ты движешься? Никак Лодка Б Набирает скорость 20 км в час Из лодки А я фиксирую 10 км в час Мы можем замереть и не двигаться вообще сейчас Но мы вращаемся относительно центра Земли И вместе с Землей и нашим солнышком Мы несемся вокруг центра галактики За скоростью 30 км в секунду Но этого не замечаем Третья иллюстрация Мы в движущемся поезде Поезда быстро идут Например, 160 км в час Вот, мы этого не чувствуем Входим там, кипяток носим Поезд резко останавливается И мы немедленно замечаем Ту скорость, с которой мы двигались Таким образом, любое движение Мы можем измерять только относительно Какого-то неподвижного объекта Это называется принцип относительности Переведем это в мораль Я на семинаре отчитал некоторых ребят За использование слов Хороший и плохой Что такое хорошо, что такое плохо Относительные характеристики Для одного хорошо то, что его не убили А для другого, например, плохо то, что его просто В определенный раз не похвалили У всех разные эти представления И что такое хорошо, что такое плохо Что такое враг, что такое друг Ведь это, оказывается, тоже не абсолютные характеристики Из физики Из физики Представление об относительности Перешло даже в человеческую мораль И люди даже этими мерилом Перестали пользоваться Как каким-то относительным Что было, например, в религиозной картине мира Религиозная картина мира, говорит Украл грех Без разницы, какие причины Без разницы, сколько украл Обокрал целое государство Или украл одну копейку другого человека Относительность, принцип Говорит совершенно другие вещи Ну, извините меня, говорит Карл Маркс Один украл, чтобы семью прокормить Потому что у него дети голодные орут А другой обокрал целый государство Создав транснациональную корпорацию Которая цены задрала так Что вынуждены теперь ему платить Разное воровство есть Совершенно Так, теперь гравитацию мы разберем Несколько попозже Гелиоцентризм тоже попозже Теперь принцип секуляризма Секулус обозначает здешний мирской То есть секуляризм это отрицание Духовности для объяснения нашего мира Можно так сказать Нет, атеизм это отрицание Бога А я говорю про отрицание духовности Это более абстрактное понятие Вот Что означает секуляризм? Приведу вам иллюстрацию такую Папа Римский, когда прочитал О теории Большого Взрыва Он очень обрадовался Он понял, что физическая теория Большого Взрыва Очень хорошо объясняет Библейскую картину мироздания Вот, то есть В церкви один взгляд на вещь Выхожу за пределы церкви Совершенно другой взгляд на вещь Один основоположника современной генетики Феодосий Добжанский Российский мигрант в Америку Это был тот человек, который на генетическом уровне Доказал теорию эволюции Всю жизнь был православным верующим человек Ни одного воскресения не пропускал Всегда на службу в церкви ходил И он прямо описывал Я когда в церковь прихожу Я верующий креационист А верую, что Господь Бог создал мир В полном отнесении с картиной мира библейской Когда я после этого в понедельник Прихожу в лабораторию Я становлюсь ученым-эволюционист Вот, в этом заключается принцип секуляризма Когда я объясняю природу языком природы Мы это с вами как натурализм Так же обозначали То есть все духовное Все религиозное Все метафизическое Я отбрасываю, если оно Непроверяемо Недоказуемо Это чисто светский взгляд на вещи Ученый может быть сколько угодно верующим В кого угодно верующим Но если он объясняет Вместо обоснования законами природы Воли Господа Бога Это лжеученый Это не настоящий ученый Это принцип секуляризма С математизацией Я думаю все понятно Примерно в 18 веке Математика стала универсальным языком науки До сих пор является им Математика используется везде Даже в гуманитарных науках Используется схемы, таблицы Графики различные Уж не говоря там о социологии И о прочих дисциплинах Которые не совсем даже гуманитарные Это общее использование метода формализации О котором мы с вами с одной группой говорили на семинаре И с другой группой будем позже говорить То есть можно даже человеческие отношения записать Маша там плюс Петя равняется любовь Я использую математизацию Все прекрасно понимают во всем мире Что такое плюс Что такое равно Что такое больше, меньше Вот весь мир связывает в математике Как универсальный язык Так Ну и остальные моменты Мы с вами разберем по ходу Основные лица людей Вам нужно знать эти имена Которые сформировали механистическую картину мира Ну начнем мы с вами с Рене Декарта Трехмерное пространство Это самый главный его вклад в науку Где находится каждый из вас Вот эта камера Я с точки зрения этого пространства Можно сделать графики Очень просто и доходчиво нарисовать Чертеж С помощью чертежа я могу каждого из вас Любой объект мироздания обозначить Ось Х, ось У, ось З Трехмерное пространство Трехмерное рисование 3D графика 3D моделирование Вот до сих пор это используется То есть Декарта узел Универсальный язык Пространство, которое можно описать абсолютно все Декартовы координаты на плоскости мы говорим Можно ли определить, например Где находится сейчас Никита Да запросто мы рисуем просто его чертеж Никакой мистики Одно уточнение есть Он должен находиться на этом месте Какое-то время, чтобы мы успели его зарисовать Более того, можно нарисовать даже сложный график На котором нарисуем стрелки Обозначим его даже перемещение На оси координат То есть зафиксировали себе Да, Декарт Это Декартовы координаты на плоскости Декартово трехмерное пространство Длина, ширина, высота Ничего другого Мы можем рассуждать Про модничать всякие новомодные концепции Использовать Типа относительность времени Там кривизна пространства Все такое Но когда я иду в магазин за продуктами Или сажусь в автобус Я использую Декартовы координаты в пространстве Чтобы мне поднять ногу И переступить через порог машины И сесть в нее внутрь А не наружу залезть Чтобы меня не прихлопнуло дверь Я использую Декартовы координаты На интуитивном уровне я обозначаю Что мне нужно, чтобы куда-то дойти Далеко, близко и прочее Так, про, значит Ньютона Ньютон Исаак Ньютон Это теория тяготения Теория тяготения Суть теории тяготения я вам уже объяснил Ну или говоря по-научному Гравитация То есть меньше объект Притягивается больше В космических масштабах Чуть позже мы разберем с вами законы Ньютона Не пугайтесь Я постараюсь это рассказать просто Тяготение и гравитация Да фиксировали себе Николай Коперник Гелиоцентрическая картина мира Гелиос Солнц Центр В центре картины мира находится Солнце Солнце вращается вокруг Земли Или Земля вращается вокруг Солнца Видите, вы уже подкованы Вы понимаете, что на самом деле так Хотя с точки зрения современной картины мира Современного мироздания Конечно это не так Потому что Земля-то вращается вокруг Солнца А Солнце, как я уже сегодня сказал Несется с дикой скоростью Вокруг центра влечного пути Со скоростью 30 км в секунду Книга об обращении небесных сфер Вызвала шок в научной среде того времени Ну когда к нему инквизиторы приехали Он уже полтора года как помер Так что только это его спасло А его книгу сделала главным хитом того времени Это был конечно рывок в науке Так, значит Фрэнсис Бэкон Фрэнсис Бэкон Бэкон изобрел эксперимент Как целенаправленное вмешательство в природный процесс Я могу сколько угодно языком болтать О чем угодно говорить Но доходчиво, если я попробую это Получится или не получится Я что-то придумал Я это проверяю на практике Получится, не получится Как писал Карл Маркс Практика важнейший показатель истинности Вот Это метод эксперимента Который изобретен мы до сих пор Даже я вам на прошлом занятии Рассказал про социальный эксперимент Как ученые даже их пытаются проводить Это все на следе Фрэнсиса Бэкона Ну и последний Пьер Симон Лаплас Вот он является основоположником Очень страшного взгляда на мир Но мы его, правда, я вам в лайтовой версии уже передал Это детерминизм То есть, грубо говоря Лаплас утверждал, что абсолютно все имеет причины А раз все имеет причины Я могу причины изучить А раз я могу причины изучить Я могу знать абсолютно все обо всем А раз я могу знать абсолютно все обо всем Я могу знать даже о том, чего еще нет Я могу спрогнозировать будущее Но об этом чуть позже поговорим Итак, детали Итак, вот гелиоцентрическая картина мира С этой точки зрения мы понимаем, конечно, огромность мироздания Величие космоса Но, конечно, это полностью противоречит библейской картине мира Потому что, если мы откроем Библию Там совершенно по-другому все написано Бог сначала сделал Землю, а потом расставил светило на тверде в космосе вокруг Земли Большое светило для освещения, значит, дня И малое светило луна для освещения ночи Которые ходят вокруг земного блина Поэтому как нам быть с библейской картиной мира? Нам либо ее нужно отвергать Вот, либо какие-то гибридные формулировки нужно придумывать Говорить, как современные богословы Ой, это не то имелось в виду Это все метафоры Сегодня они говорят метафоры о том, за что тогда сжигали на кострах Очень-очень эффективно Потому что в те времена, опять же, я повторюсь вам В эпоху средневековья позднего С тобой не будут богословы вести беседу Они позовут инквизитора, который попытается тебе объяснить твою неправоту Более доходчивыми способами Поэтому Джордана Бруно сожгли на костре Галилея сожгли на костре Ну, до Коперника не успели доехать Вот, это фотография Млечного Пути Мы здесь Причем не просто Земля, а сама Солнечная система То есть, если я смотрю на такие вещи А потом читаю Библию То у меня в голове возникает, говоря попсово, когнитивный диссонанс Я тогда понимаю, что маленькая какая-то вот крошечная такая фигнюшечка Под названием Солнце А вокруг него крошечная песчинка летает под названием Земля А мир-то гигантский, огромный А может быть, он заселен другими существами Может быть, вообще тот Бог, про которого говорит христианство, ислам, иудаизм Это вообще, на самом деле, только здесь имеет отношение И начинаю вообще впадать в политеизм Или верить в инопланетян и так далее То есть, представление о бесконечности космоса Это, конечно, очень сильно ударяет по мозгам Я, кстати, помню, мне это было первое мое такое откровение В пять лет, когда мне мама сказала, что космос бесконечен Я спросил, а как он бесконечно говорит? Ну, куда бы ты ни пошел, там не будет конца И когда я об этом подумал, мне прям стало страшно Вот Эйнштейн описывал, потом мне было приятно прочитать Что Эйнштейна тоже в пять лет было такое озарение Которое, правда, привело его в науку, именно в физику Когда он понял, что конца не будет никогда нигде Это полностью ружит всю систему координат Вот, для того, чтобы попытаться объяснить принцип дальнодействия Ну, например, я говорю, меня Виталий слышит, подними руку Вот, между нами воздух Вы, конечно, современные, вы понимаете Что если откачать отсюда воздух То Виталий увидит, как шевелятся мои губы Но на его барабанные перепонки ничего не окажет воздействия Вот, а в космосе-то Что заставляет Землю держаться на одном месте? Если пустота И вот ученые в 18 веке сформулировали теорию эфира Вот перед вами схематичное изображение космического эфира То есть на что вы? Это такой своеобразный космический кисель Который заполняет космос Запишите еще один из пунктов механистической картины мира Представление об эфире Эфир это субстанция, в которой находятся все космические тела Представьте себе, вы смотрите на тарелку с холодцом Он холодный Там внутри есть кусок мяса Может быть там морковка какая-нибудь Который каждый находит на своем месте Вы перевернули холодец Ничего не поменялось Вы его потрясли Он потрясся немножечко Может быть изменилось положение вещей Но в принципе каждый кусок остался на своем месте Или заливной Вот есть такое блюдо Там еще более красочно это оформлено То есть почему Земля не прилепляется к Солнцу Не взрывается, не врезается в него И почему Земля не улетает в космос? Ну потому что она вот плюхнутая в этот самый эфир Который заполняет собой весь мир Вот потом ученые его провергли Сегодня заново к нему возвращаются Следующее конечно вот представление о тяготении То о чем я говорил Это инерция Принцип инерции Принцип инерции Запишите определение Любое действие осуществляется только под воздействием Приложенной к нему силы Логически посмотрим на эту вещь с другой стороны То есть если к телу не прикладывать никакой силы Что будет с телом? Не будет двигаться Как это называется? Состояние покоя Вот Можно сформулировать немножечко иначе Как в старых учебниках по физике Тело находится в покое Пока к нему не приложена сил Но я немножко с другой стороны об этом говорю То есть если например космическое тело Вращается вокруг другого космического тела Речь идет о какой-то силе Которая была сюда приложена Для того чтобы мне совершить движение Я должен взять определенную силу Импульс Момент силы это импульс И предпридать своим мышцам Для того чтобы их сжать И разжать И совершить прыжок Просто так Если я этого не буду делать Я буду находиться в состоянии вечного дивана Так Ну и наконец-то три закона Ньютона Вот Немножечко Секундочку Помедитируйте Глядя на числовые выражения Которые вы Знает кто-нибудь Числовые выражения Или как обычно во всех современных школах В лучшем случае Вам привили Ненависть и отвращение К этим формулировкам Я рассказывал о том Как Эйнштейн на спор Написал учебник по физике В котором не было ни одной формулы Рассказывал про принцип Пятилетнего ребенка Вот Любая Это тоже Эйнштейн Любая сложнейшая теория Только тогда Имеет право на существование Когда она может быть объяснена Пятилетнему ребенку Если ты не можешь Пятилетнему ребенку Объяснить свою теорию Значит твоя теория Не до конца продуманная Поэтому объясняю вам Принц Пейнштейн Три закона Три закона Ньютона Первый закон покоя Закон движения И закон противодействия Закон покоя Если на тело Не оказано никакого воздействия Тело никуда не движется Тело движется Так и туда Как и куда Его направила Приложенная сила Третий закон Он всякое тело Встречает равное По силе противодействия То есть чем сильнее Пнуть мяч Тем сильнее сопротивление Воздуха Он будет встречать Пьер Симон Лаплас Утверждал Что мы можем рассчитать Абсолютно Все закономерности Вот перед вами Формулировка Его одного трактата Прочитайте Можно не фотографировать Я хочу чтобы вы прочитали Этот сложный Длинный текст И обратили внимание На ощущение Которое он у вас вызывает Я уже все знаю И все нынешнее Это уже Хорошо как говорится Забытое прошло Это утверждение Это утверждение В науке это был первый Считается мысленный эксперимент Его назвали Демон Лапласа То есть Лаплас утверждал Что если будет некая сила Которая сможет Очень точно Просчитать Все закономерности мира То о чем вы считали Что она не только Сможет понять Все что есть сейчас Она сможет Просчитать будущее То чего нет Более того Если эта сила Сможет это просчитать Ее задача Этой силы Сделать так Чтобы мы ее не заметили Чтобы мы думали Что в своих поступках Мы руководствуем Своими собственными мотивами Действиями Что я покупаю пирожок Потому что я хочу Именно этот пирожок купить А не потому что Какая-то страшная Космическая сила Меня направил Вот это вот Ужасное Вот это представление Его назвали Демоном Лапласа И считается Что вот это утверждение Вот этот мысленный эксперимент Был первым Первым Шагом В сторону Компьютера Поэтому все Грамотеи Компьютерщики Демоном Лапласа Вот Сколько мне будет Сколько мне будет Нужно Это механистическая картина мира Она действия Она действовала Более того Более того Каким термином Компьютерщики Компьютерщики Если я прикоснусь Кто придал ускорение Сейчас меня притягивает Гравитация Земли Вот я манипулирую Гравитацией Земли Поднял одну ногу Стою на второй Балансирую Вот вы Используя гравитацию Земли Сидите на стульях Можете Откинуться на спинку И расслабиться А что такое А как действует Гравитация Земли Очень долгие годы Это было непонятно Поэтому просто Пользовались догмой Ребята не парьтесь Это просто поле Гравитационное поле И только в 2000 году Была открыта частица Гравитационного поля Под названием Гравитон Маленькая-маленькая Штучка Которая спускает Ядро Земли Эта штучка летит Хватает меня И тянет вниз Обратно к Земле Этих штучек много Поэтому они меня не притягивают Поэтому я подпрыгиваю Возвращаюсь обратно Это действует Гравитон Но это 2000 год А пока мы говорим С вами от другой эпохи Электричество Что такое электричество? Определение запишите Которое вам вообще Ничего не даст Электричество Это поток заряженных частиц Ну нет Если у вас научный склад мышления Вы конечно поймете О чем идет речь В 8 классе Вот я доставал Учителя по физике У меня была очень старая Учительница Умная Но она всегда Очень агрессировала На мои слова Она мне объяснила Электричество Это поток заряженных частиц У меня сразу в голове картинка Итак Вокруг ядра атома Вращается отрицательная Заряженная частица По названиям электрон Она материальна Если это электричество Это поток заряженных частиц Это поток электронов Спрашиваю учительница Говорит Ну конечно Что за глупый вопрос Я говорю То есть если я возьму Электрический провод Потоком из него Электроны будут Как из шланга вода Выползать Нет Я касаюсь Я чувствую электричество Очень даже Внятно Но я не вижу Если я положу провод И буду очень долго За ним наблюдать Я тоже не вижу Провода Выползающего Из обмотки Ведь электрон Это материальная частица Соответственно Через какое-то время Провод Выползет Из обмотки Потому что Это материальная частица Нет Мы этого не видим Вот таким образом Из чего состоит То есть поле Которое вокруг электронов Гораздо быстрее Перемещается Чем сами электроны Поэтому грубо говоря Если положу кусок провода На миллион лет Через миллион лет Он выползет Из обмотки Но само электричество Гораздо быстрее Вот это само поле действует Так Значит Теперь строение атома Про это поговорим Чуть позже отдельно Про магнетизм Поговорим чуть позже отдельно И принцип близкодействия Вот это современный Научный принцип В свое время Когда В России Стали проводить ЕГЭ Это был один из первых опросов Который всех совершенно сшибал На знании физики Потому что даже учебника Этого не было Сегодня какой принцип доминирует Близкодействие Или дальнодействие Все начинали рассуждать так Солнце далеко От нас очень Оно источник всех взаимодействий Мы вот здесь На большом расстоянии Видимо далеко Дальнодействие А нет Близкодействие И Алдияр слышит меня Потому что Я заставляю Колебаться Воздух А воздух Заставляет колебаться Барабанные перепонки Его и ухо Он меня слышит Поэтому А как же быть С космическим вакуумом Значит нет вакуума Значит есть какие-то Другие частицы Которые Космос заполняет Но это не эфир Потому что эфир Это тоже вещество Все сложнее Напишите Принцип Близкодействия Принцип Близкодействия То есть Воздействие Передается Только через Непосредственный Контакт Однажды Я с одним священником Спорил Он мне внушает Вот Ты совершил Определенный грех Потому что тебя Бес попутал Я батюшку спрашиваю А что значит Бес попутал Говорит Ну вот внушил Мысли определенные Дрены Поступить Вот значит Я стал спрашивать А как Бес мог попутать Как именно Он внушил эти мысли Он говорит Ну как В разум Встроил Я говорю Из чего состоит разум Разум Это поток впечатлений Который основан На моем восприятии Я что-то услышал Что-то увидел Что-то ощутил И все в целом Комбинируются Мои мысли Мои ощущения И так далее То что находится Грубо говоря У меня в голове Если бес Мог воздействовать На мое сознание Значит он сказал Что-то конкретное Что я могу Услышать ушами Так батюшка Батюшка говорит Ну да конечно То есть бес материален Нет-нет-нет Бес это дух Это злой дух Я говорю Подождите Подождите Святой Отец Дух или материя Дьявол Ангел Бес и так далее Если он внедряется В мое сознание И диктует мне мысли Значит он воздействует На вещество Моего мозга Которое создает Мои мысли Если он это делает Значит он материал Значит теоретически Я могу сделать Как в охотниках За привидениями Ловушку Вот И поймать этого беса Так батюшка Не нужны своим кадилам Мы сделаем Научные штуковины Как в охотниках За привидениями Эти ружья Против призраков Нет-нет-нет Это все не так Они духовные Раз он духовный Он не может воздействовать На мой мозг Потому что мозг материален Вот так Вот типичный пример Обозначения Принципа близкодействия То есть воздействие Может только через Непосредственный контакт Быть осуществлено Ну и про принцип вероятности Если каждую минуту На камень Падает капля воды Я эти минуты Считаю И протоколирую Я могу предположить Сколько капель Упадет на камень Завтра Вот Если я предположу Что это пещера В которой я Никогда не был Она находится В другой стране И я понятия не имею Что в этой пещере Но я предполагаю Что она находится В том же самом Геологическом слое В тех же самых Климатических условиях И скорее всего В ней тоже И сталактит И сталагмит А раз они там есть То пещера В которой я никогда В жизни не был Скорее всего В ней чего-нибудь Где-нибудь капает Выражаясь Самым таким простым Попсовым языком Запишите определение Принципа вероятности Исходя из текущих Сведений Исходя из текущих Сведений Можно прогнозировать Развитие событий Сведения атома Нильс Бор И Эрнест Резерфорд Вот это два имени Которые вам нужно знать Которые создали Вот такую концепцию атома Ядро атома Все материальное Состоит из молекул Молекулы состоят Из атомов Атом перед вами Ядро Состоящее Из положительно Заряженных частиц Вокруг И нейтрально заряженных Вокруг вращаются На огромной скорости Эти самые электроны Расстояние Настолько большое Настолько большое Что если предположить Что Например Вот этот стол Состоит из каких-то атомов Если например Мы его так сильно увеличим Как в смартфоне И возьмем например Один единственный атом Ядро этого атома Например Будет величиной Как этот стол То электрон Будет находиться На расстоянии Как тот дом Огромная пустота Но я же касаюсь Вижу он твердый То есть эти электроны Настолько с большой скоростью Вращаются Что мы их воспринимаем Как твердую массу А на самом деле Большая часть этого стола Это пустота Видите Совершенно иное восприятие мира Вот Значит Кроме того Значит рассчитали Что количество вращающихся Кстати кто знает Какой это химический элемент Кто таблицу Менделеева помнит Литий Потому что 3 электрона Номер 3 в таблице Менделеева Равное количество положительное Как заряжен литий Положительно ли отрицательно Никак Всякий химический элемент нейтрален Потому что количество Положительно заряженных частиц Равновешивается с количеством Отрицательно заряженных Но была великая тайна Потому что вес каждого атома был многократно больше, чем все эти частицы по отдельности Поэтому пришли к выводу, что есть еще тайные частицы Которые никак не заряжены Которые чисто для веса существуют Как студенты, которые выступают в презентации, на которой написаны слова Которые они проговаривают, просто для веса Эти частицы назвали нейтронами Итак, протон, нейтрон, электрон, который вращается по орбите Вся материя состоит из этих веществ Тоже в школе, тоже на уроке, правда, химии в девятом классе Когда мы разбирали планетарные модели атома Мне сразу возникла аналогия с Солнечной системой Я предположил, а что если мы на нашей матушке Земле просто являемся каким-то электрончиком На фантазии в духе фильма о людях черном Часть вторая Так Вот, как я сказал, весь мир это один сплошный магнит Нами воздействуют на нас силы, которые оставляют нас куда-то стремиться К чему-то притягиваются Термин магнетизм Запишите, пожалуйста, себе Магнетизм это Притяжение, взаимное притяжение предметов В природе По скрытым причинам Даже в литературе девятнадцатого века Вот сегодня, как называют обаятельного человека, который притягивает себя Харизматичный А в девятнадцатом веке, например, там у Толстого писали магнетический человек То есть, который располагает к себе притягиваться, назвали магнетический человек Вот оно влияние парадигмы на мозги Так, дальше То есть, вот это видение мира человеком, живущим в девятнадцатом веке Вот одна сфера каких-то полей, волн, излучений И мы внутри всего этого находимся Здесь, конечно, тема для Тесла Тесла, скоро чуть попозже отдельно Следующее понятие волна Любое действие идет не прямолинейно, а волнообразно Волна, запишите определение Траектория, ну или рисунок Траектория или рисунок движения любой частицы Уже рассказывал вам, как правильно прицеливаться снайперу Потому что он понимает, как полетит пуля Как лучник, который почти в небо стреляет, чтобы до человека далеко долетело Вот, волна, траектория движения частиц Об этом подробнее будем говорить в следующий раз Но любое движение волнообразно Вообще не бывает прямолинейного равномерного движения Все схемы страшной физики девятого класса С этими стрелками страшными Это все только здесь существует В природе такого движения вообще нет Все только волнообразно И самолет летит по небу Хотя мы в нем находимся и видим, что все ровненько, аккуратненько Он тоже летит волнообразно Просто мы этого не замечаем На следующей паре будем говорить более подробно Поэтому любое движение вот таким вот образом выглядит Перед вами изображение звуковой волны Вот я говорю, воздействие на ваши барабанные перепонки Вот если мою волну звуковую сделать зримой Она будет выглядеть вот таким вот образом То есть если миром правят магнитные силы То примерно вот так выглядят все объекты мира Все объекты космоса Одни поля Одни притяжения Притяжение людей друг к другу Притяжение объектов друг к другу И более того Можно одну волну превратить в другую Например, световую в тепловую Как называется прибор, в котором свет превращен в тепло Кто знает И настолько высокое тепло, что им можно резать бетон Цветовым лучом Лазер Устройство, которое берет с помощью зеркал Так конденсирует свет, что свет превращается в огонь Вот оно влияние электромагнитной картины мира Ну и конечно закончим мы на ноте Теслы Небольшое такое лирическое завершение Недавно был фильм, выпущен Голливудом Называется «Война токов» Мы с вами живем в мире победившего электричества Томаса Эдисона Который был верен принципу близкодействия Чтобы здесь было электричество в этой лампе Должен быть провод, по которому электричество от ТЭС сюда передается А Тесла рассуждал совершенно иначе Мысль Теслы Если мир вот такой Значит в мире есть очень много электричества Значит можно его улавливать До сих пор в науке спорят, кто был Тесла Гениальный ученый или шарлатан Но у него в усадьбе На газоне реально лежали шары Которые светились Которые улавливали атмосферное электричество И он утверждал, что можно передавать Без посредства каких-то проводов электричества на расстояние Когда яуч в вашем возрасте был Это казалось совершенно диким А сегодня может быть у кого-то из вас Есть беспроводные зарядки для телефона Сегодня теория приобретает вид практики Вот это электромагнитное воздействие Вот это электромагнитная картина мира Вот каким образом она выглядит На следующем занятии мы с вами будем говорить Про квантово-полевую картину мира Взгляд на мир, как на большой ядерный реактор И закончим совершенным шоком Будем говорить о физике Эйнштейна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok